Подкаст от радио Комсомольская правда. Екатеринбург. 92,3 FM. Раньше всех. Утреннее шоу на радио Комсомольская правда. Екатеринбург. А у нас сейчас такое будет волшебное утро эфира, потому что нам влетают, нам влетают как магическим образом наши гости. Ты представишь их? Да, я прежде чем представить сообщу прекрасное известие. Не то чтобы к нам приехал ревизор, к нам приехал макий волшебник и чародей. Еще прямая трансляция у нас запущена. Прямо сейчас в ВКонтакте, в группе радио КП. Пожалуйста, смотрите, потому что то, что... В группе Комсомольская правда Екатеринбург. Да. Потому что то, что будет происходить, это еще и визуальная история. В Средневековье, значит, этих чародеев сжигали, а мы их приглашаем сегодня в эфир. Александр Плотников. Доброе утро. Как меняются нравы, да? Доброе утро, друзья. Все вообще стремительно меняется на наших глазах. Ты член международного братства магов и международного магического сообщества. Ого. Это действительно так. Ого. У вас сообщества там какие-то? Что вы там? Алабра... Авадагидабра, да. Вы знаете. Делимся опытом, учимся друг у друга. Мы... Знаешь, делаем, наверное, так, чтобы маглы не узнали секретов фокусов. А вы вообще можете в них Огвардс это применять, свою магию? А я же уже совершеннолетний, конечно. А, это как бы только до 18 работают? Конечно, конечно. Подходишь вот так вот на улице, со спины к тебе подходит, Александр, и что-то такое говорит, и ты такой, хоп, магия произошла. Конечно. О, магия. У нас будет в новогодние праздники. Расскажи, пожалуйста, где будут представления, что это будет и кто там будет. Будет иллюзионное шоу «Волшебники» в Центре культуры «Урал» 2, 3 и 4 января. Угу. 2, 3, то есть 3 дня подряд. 3 дня подряд. Я бы я посчитал. Да. Это будет магия, это будут наши уральские волшебники? Конечно. Это будет большое, красивое иллюзионное шоу уральского разлива, так скажем. То есть сделано здесь наше домашнее, но международного уровня, несмотря на то, что сделано здесь. Вы же крутейшие тут. Илья Ильин, Максим Гладштейн и ты, вы втроем? Да, это действительно так. Илья Ильин, Максим Гладштейн. Вообще у нас все заслуженные, простуженные, победители международных конкурсов, чемпионы Китая, Европы. Поэтому есть на что посмотреть. Да и ты, в общем-то, тоже парень нескромный, если посмотреть на все регалии. Да, наверное. Но это зрителям судить на самом деле. Ты сказал международного уровня, а вот ты чем докажешь, что это действительно так вот круто? Что так круто? Да. На самом деле у нас вообще в принципе иллюзионных шоу в России немного. Их можно вот по пальцам одной руки пересчитать. Большие иллюзионные шоу. Поэтому... Ну само по себе эксклюзивное, это здорово. А какие вообще шоу в России, чтобы мы поняли, вот палитру рядом с кем вы стоите, может быть что-то на слуху у нас есть? На слуху, наверное, Сафроновы больше всего. Сафроновы, да, есть такие. Какие интересные имена. Они тоже, кстати, в январе, если что, у нас в Екатеринбурге. Вот, наверное, на слуху они. Есть Владимир Полищук, это Сочи, Крым. То есть он вот там обидает. То есть большое иллюзионное шоу тоже классное. У него шикарное иллюзионное шоу. А вот так вот я даже не могу сказать, чтобы сольные шоу где-то были. То есть сольное шоу есть у меня, но в этом году мы все-таки делаем такую коллаборацию, да, с ребятами, с молодыми. Посмотрим, что из этого получится. А что, это будут ваши ассистенты, они... Нет, 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 это не ассистенты. Это три самостоятельных артиста. Вполне самодостаточных. Но работают вместе на одной сцене. У тебя Полина Степанова ассистентка. Нет. Нет? Нет, Полина Степанова. Это... Пернатая. Пернатая. Да, это новая артистка в иллюзионном шоу, в моем иллюзионном шоу. Это попугай Ара, который будет волшебным образом появляться, делать пролет над залом, над головами зрителей. Что-то говорить при этом. Они же говорящие, а... А почему Полина Степановна? Это что такое за имя? Вы в честь бабушки назвали свои или кого, да? Вообще зовут Полина, вот. А Степановна, просто чтобы смешнее было, чтобы вы спросили, чтобы было о чем поговорить. Видимо, взрослая женщина уже. Вообще год и семь месяцев. Она маленькая девочка еще. А, ну да. Малышка по меркам попугаев, она говорящая тоже. Говорящая, конечно. Что она такое говорит? Да много чего говорит. Папа говорит, мама говорит. Привет, как дела? То есть все как полутора годовалый человек. А слушайте, ну а это же все-таки птица, она южная. Ей не холодно в этих условиях уральских морозов. Тем более сейчас вот минус 30 обещают. Она не замерзнет. Ну она дома живет. Дома тепло, все хорошо. Холим, лелеем. Она член семьи. Поэтому так от подъезда до теплой машины, теплые переноски, все хорошо. Ну здорово, новый член семьи уже появился. Но у нас прямая трансляция. И мы анонсировали, что какую-то магию ты нам покажешь. Обязательно будет, конечно. На самом деле классический реквизит для фокусов это карты. Почему? Потому что их легко... Я как-то в поезде наткнулся на такого фокусника. Фокусника. Пару ты еще не очень понравилась. Выванил у меня. Но я молодой был совсем. Зеленый. Итак, обычная колода карт. Держите, проверяйте. Может быть секреты в них какие-то. Двойное дно может быть. Может быть специальные карты какие-то. Я и не пойму. Берет как заправский шулер, махинатор. Знаете, на вокзалах такие сидят. Я только поняла, что они очень холодные. Потому что ехали сюда на улице минус сколько сегодня? 30 градусов. Да, минус 30. Ну примерно. Итак. Все карты разные. Разные, 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 разные. Я подтверждаю, абсолютно разные. Да, можно в камеру тоже показать. Все разные. Все разные карты. Итак, разные карты. Я буду пролистывать колоду вот так. Просто скажите стоп где захотите. В любом месте. Давайте. Все, я. Еще раз. Стоп. Вот здесь, верно? Вот, Александр действительно листает колоду. Возьмите карту. Покажите в камеру. Мне не показывать. Мне покажи. Ага, я почему-то про нее сразу и подумал. И я, мне кажется, всегда такую карту показываю. Ну-ка убирай, убирай. Сейчас на лицевой стороне карты, чтобы я не мог карту подменить, нужно написать свое имя, либо чистоту вещания, например, все, что... Номер банковской карты напиши с пин-кодом. Да, номер карты и пин-код это идеальный вариант. Так не зарабатывают фокусники, как мы понимаем, на что вы живете. Я, кстати, вспоминаю всякие иллюзии, обманы сейчас вот штуки. И где-то окажется карта в сейфе. Да, и подпись надо тоже в камеру показать, что было всем интересно, конечно. Написала действительно. Теперь карту мы ставим в середину колоды. Вот таким образом. В середину. В любое место в колоде. Юля вставляет. Это впервые, наверное, в истории. Карта в середину колоды, да, отлично. И чтобы фокус получился, карту нужно перемешать, правильно? Чем лучше мы перемешаем карты, тем лучше получится фокус. Когда я в фокусе, на меня смотрят маги, я вижу, что что-то происходит. Это же внимание нужно отмечать. Средители должны услышать, как мы мешаем карты, правильно? Давайте, да. Вот так. Внимание отвлек, Александр, сейчас на секунду. Это все. Аудиалы сейчас сидят так. Что происходит? Итак. Так, карту мы перемешали. Смотрите, сверху у нас ее нет, правильно? Не она? Не она. Не она. Замечательно. Но стоит только щелкнуть пальцами вот так. И карта медленно-медленно из середины колоды поднимается вот сюда наверх, правильно? Ой, это чудо! На самом деле, на самом деле, это у нас не семерка крестей подписанная. Смотрите, если мы просто прикроем ее рукой, вот так, просто прикроем рукой. Так, Александр, прикрывай это просто рукой. Это уже валет. Но все-таки была карта именная, подписанная, правильно? И надо бы ее вернуть, поэтому давайте мы возьмем вот этого вольта, просто вставим середину колоды, вот так. Так, я просто вставлю середину колоды, просто щелкну по карте, вот здесь, и она снова превращается у нас в семерку крестей. Что, что, говори, Юль, ты... У меня нет слов! Хорошо, давайте так. Испортила колоду и нет слов. Давайте так, я возьму вот эту карту, просто погну посередину, чтобы вы видели момент, когда происходит то самое волшебство. В середину колоды хорошо видно, что карта гнутая, правильно? В середине, вот так. И теперь по самому щелчку вот здесь, чтобы было хорошо в камеру видно. Так. Карта вот здесь, видите, оказывается наверху. Гнутая, гнутая карта наверху. Класс! Мне кажется, она умеет телепортироваться, иначе я никак не могу объяснить такую магию. Я бы в покер не стал играть с Александром, а не сел бы на деньги. Почему нет? А вы нам дарите эту карту? Ну да, я про это и говорю. Этому можно вообще научиться? Этому нужно научиться на самом деле. То есть я считаю, что вообще в принципе фокусы это штука очень хорошая, особенно для детей, развивает мелкую моторику, а через мелкую моторику мы размеваем наши мозги. Поэтому я считаю, это очень полезное увлечение для любого... Потом, да, можно будет так же развлекать гостей. Не умение обманывать, а умение работать руками. Пришла тетя, раз-раз поработала руками, и все, и зарплата. Ну, а какие какие-нибудь курьезные какие-нибудь случаи? Есть вот такие дети въедливые, которые, а я знаю, как ты это сделал, и все, и разгадывают. Да, есть, конечно. Дети вообще на самом деле очень непростая публика в плане показа фокусов, потому что они не прощают ошибок. То есть если взрослый человек даже где-то увидел там не очень корректное исполнение трюка, секрет, может где-то подсмотрел, он промолчал такой, ну вот так это делается. А ребенок будет кричать громче всех, что да, вот у тебя вот там вот птица-то за пазухой. А в рукаве-то у тебя туз. А платок-то у тебя вон из рукава торчит, потому что ты не волшебник, ты шарлатан. Поэтому дети это очень такая... А как вы выкручиваете в таких моментах? Вы дальше продолжаете обманывать? Отшутился, продолжаем дальше показывать фокусы, еще более интересные. Но на самом деле у меня очень редко такое бывает, как в принципе у хороших артистов бывает это редко, потому что работаем перед выступлением больше, репетируем, отрабатываем и в такие ситуации стараемся не попадать. Но смысл какой? Все-таки это внимание отвлечь, перенести фокус внимания зала с одного момента на другой и тогда фокус произойдет? Очень много факторов на самом деле. И каждый фокус работает по-своему, так скажем. То есть где-то отвлечение внимания, то есть мы привлекаем внимание вот сюда к правой руке, а левая рука у нас там шуродит, что-то делает. В другой момент это работает. Может быть электроника какая-то, может быть механика какая-то работает. Сейчас небольшая пауза, потом продолжим. У нас электроника, кстати, тоже работает. Это что-то за грани фантастики. Меня здесь просто облапошили этими фокусами. Вообще, освободить женщину очень просто. Я пытаюсь разгадать, и у меня пока что ничего не получилось. Показать охалай-махалай женщине, и все, она твоя. Вот только что. И потом мой сим-солабим. Плотненько сим-солабим с резиночками, тем более. Ахалай-махалай с резиночками, да? А потом еще сим-солабим. Но это же все, и в детство ты впадаешь автоматом, и вот этот вот смех, и все остальное. Вот задача такая. Это то забытое ощущение волшебства, да? Когда оно где-то вот-вот-вот. Что есть, на самом деле, наверное, ощущение, что невозможное возможно, так скажем. Наверное, вот это привлекает взрослых именно. Как у Билана в песне, или как у Найка в рекламе. Невозможное возможно. Но, хорошо, вот это шоу, про которое ты вначале говорил, это для детей, для взрослых, для бабушек, для всех. Я считаю, да, шоу для всех, шоу семейное, будет интересно и детям, и взрослым. Каждый что-то для себя найдет. То есть мы все-таки стараемся такую более широкую аудиторию, чтобы было всем интересно. Найдет. Или что-то потеряет. Червонец из кармана. А это все-таки будет какое-то новогоднее, то есть подача там и Дед Мороз, и Снегурочки, вот эти вот все будут персонажи, которые так любят дети? На самом деле, Дедом Морозом буду я. То есть такой современный Дед Мороз. То есть вот-вот. Красиво с эмилированными волосами вообще я всегда... Если Дед Мороз только такой, стильный. Конечно, будет стильный. На сцену уже выходят в большом количестве из зала люди. Они, это подставные сразу скажи нам? Нет, конечно. Любой человек, кто сидит в зале, может оказаться на сцене. То есть все ассистенты, которые именно из зала, которые выходят на сцену, все неподготовлены. Неподготовлены. То есть исключительно люди, зрители. Ну, соответственно, у них реакция-то вот непредсказуемая же в этом плане. Абсолютно. Поэтому для нас это точно такая же лотерея, когда мы вытаскиваем людей на сцену. Для нас точно такая же лотерея, мы не знаем, как пойдет. Поэтому интерактивные номера, это самая такая штука. А бывает какая-нибудь агрессия? Вот, то есть я понимаю, радость и счастье вы приносите людям, а вот какие-то, наоборот, эмоции, может быть, есть? На самом деле, на шоу у меня, по крайней мере, агрессии не было. То есть вас не били, да, во время шоу? Это тоже импровизация? Во время шоу в зале, когда люди купили билеты и пришли подготовленные, грубо говоря, то есть они знают, на что они идут, агрессии никогда не было. Агрессия бывает, когда ты работаешь на пьяную публику. Вот тут. Корпоративы. Бывает, да. Там они пришли для другого отдохнуть, а тут что-то нужно. Тут же фокусами своими здесь. Ну, у тебя есть какая-нибудь жесть, так называемая, когда ты берешь новый айфон у какой-нибудь барышни 12-й и разбиваешь, типа разбиваешь в кавычках, ну, что-то вот такое трэш. У меня, на самом деле, у меня сейчас любимый фокус, когда мы берем, действительно, берем телефон у барышни, неважно, у одного из зрителей, кладем в конверт, добавляем еще 4 конверта и вот из этих 5 конвертов я на самом деле ничего не делаю. То есть зрители выбирают конверты сами. То есть мы просто их подписываем 1, 2, 3, 4, 5. Зрители эти конверты выбирают сами. То есть говорят, я спрашиваю, какой? Они говорят, первый. Достаем молоток, разбиваем конверт. Вот. Остается еще 4, да, и так далее, и так далее, и так далее. Пока не остается один конверт и последний конверт вскрываем, и там, я надеюсь, я надеюсь, там телефон зрителя. О, это смешно. А деньги вот есть же, когда берут тоже купюру какую-то, разрывают ее там всяко-разно в клочья, и потом... А бывало казус в том, что вот по-настоящему разорвали, и теперь 5 тысяч должен еще... Я знаю, что у коллег бывало по-настоящему, вот с этим фокусом разбивали телефоны. То есть было так. У меня, слава богу, пока такого не было, но все может быть. Это всегда лотерея. Вот посмотрите, вот сейчас интересную вещь Александр сделал, он такую интригу, поэтому приходите, может быть, разобьют и... Может быть, разобьют ваш телефон, да, это хорошо. А кто-то ждет, кстати, а вот когда, когда будет какая-нибудь... На самом деле, когда опасные трюки показываешь, либо трюки с каким-нибудь чужим имуществом, да, с теми же телефонами, зрители всегда ждут, что вот что сейчас не получится. Да-да-да. Мне нравится, когда опасные трюки, там, на грани жизни и смерти, и вот ты ждешь. А, вот когда... Ты ждешь, когда же его... Когда же у него не получится! Когда же он задохнется, захребнется, а ее разрежут все-таки по-настоящему, да, вот так. У тебя есть вот ассистентка, вот которая классическая в фокусе, как в фильме «Престиж», там же ассистентка? Четыре. У меня четыре ассистентки, конечно. Они все близнецы, то есть их... Нет, они все разные, четыре, потому что пока... Одну распилил, осталось три, понимаешь? Пока она там вчера. Пока вторую склеивают. Пока ее склеивают, да, работаем с другими. Поэтому четыре ассистентки, красавицы. Снегурочки. Да ты что? Ну, если я Дед Мороз, значит, негурочки. У вас очень близкие отношения, это здорово. То есть без ассистентки никак, она тоже... Смысл-то ее на себя внимание привлечь, красотой своей? Или вот они тоже владеют вот этой вуду магией? На самом деле в разных номерах по-разному. То есть где-то они заполняют собой пространство, да, то есть они могут танцевать все четыре ассистентки, пока идет подготовка какого-то трюка. Иногда номера сольные, то есть я один на сцене, то есть все внимание ко мне. Другие номера, где мы их распиливаем у тех ассистента, протыкаем горящими пиками, летают они, то есть они центр внимания, я, грубо говоря, то есть когда я декорация, то есть когда они летают, я декорация, то есть я, грубо говоря, руками машу, так скажем. Да, бывает так, что я стою на сцене один, а они там шуршат за сценой, то есть чудеса-то происходят за кулисами. За кулисами. Конечно, и для меня трюки это самое сложное, когда ты стоишь на сцене, за кулисами там народ шуршит, то есть там команда работает, вкалывает, там фокус происходит там, а на сцене тишина, то есть, но если что-то не получится, дурачок-то я. Да, а вообще сколько фокусов у вас в арсенале? Это тысячи, сотни? Если честно, я не считал, то есть крупных больше двух десятков, именно крупных больших иллюзий, а мелочь я как-то не пересчитывал, потому что какие-то появляются в репертуаре, какие-то уходят, то есть, допустим, я устаю или зрителям надоедает какой-то фокус, да, вот я вижу, что вот что-то как-то стали не так реагировать. Ну, не так, а есть фокус мечты, вот, который ты пока не разгадал, но вот хотелось бы его в арсенале иметь? Фокус мечты? Иллюзия мечты. Фокус мечты, я постепенно их реализую просто. То есть, нет никаких фокусов, которые ты бы не разгадал? Какой-то вот такой мировой, да. На самом деле, с багажом знаний, да, в строительстве иллюзионных аппаратов, в устройстве этих иллюзионных аппаратов, вообще в ловкости рук и прочее, я вижу секреты фокусов. Может быть, каких-то не вижу, где-то, вот, может быть, инновация какая-то или еще что-то, но, по большому счету, сейчас не так много придумывают чего-то действительно нового, особенно в сценических фокусах, особенно в сценической иллюзии в крупных аппаратах. Не так много, то есть, больше это переделка старого, новое прочтение, так скажем. Ну, гаджеты сейчас, я видел с айфонами, там все эти циферки, чего-то надо набирать. Очень, да, очень-очень много сейчас фокусов с айфонами, с гаджетами. Не знаю, меня это не очень впечатляет. А, это не твоя тема. Ну, вот. А что, по старинке привыкли с картами, с пилой? Голубями. Голубями. Не в этом дело. Сейчас люди очень такие скептически относятся ко всему этому. И поэтому, когда фокус происходит с гаджетом, ну, это программа. А, ну. То есть, оно вот как бы вот так. Да, я так и я могу. Поэтому я подключаю гаджеты, но в помощь, да, к какому-то трюку. То есть, не фокус с телефоном, как таковым, да, а он фотоспомогательную функцию выполняет. Тогда, я считаю, очень такая штука хорошая. Сейчас еще на телевидении же программа есть с фокусами связана. Хотелось бы там тоже показать себя? Сейчас, к сожалению, нет. А, закрыли уже? Конечно, закончился. То есть, осталось только вживую вас увидеть. Напомним, третьего. Какого? Второго, третьего, четвертого января в Центре культуры Урал. Спасибо огромное. Ну, а мы не прощаемся, мы просто говорим до свидания. Это наш только последний утренний эфир. Желаем вам хорошего Нового года, встретить новый 2021 в хорошем настроении. Всех обнимаем, здоровья вам и счастья.